Доброе утро, уважаемые коллеги. Владимир Федорович, спасибо большое за доклад. И позвольте начать свое сообщение о системной терапии ранних форм. На сегодняшний день первое, с чего бы хотелось начать, это задать вопрос аудитории. Будете ли вы назначать на адювантную химиотерапию пациентке 50 лет с ХР2-позитивным или трижды негативным раком молочной железы, клинический Т2Н0М0 без сопутствующей патологии при условии, что она отказывается от выполнения органосохраняющей операции вне зависимости от ответа опухоли на планируемую химиотерапию? Она категорически против сохранной операции, но, соответственно, будет ли речь вестись о химиотерапии или об фронт операции? Голосование продолжается, но большая часть, 75% проголосовали за то, что будут назначать на адювантную химиотерапию. Это очень отрадно, собственно. Об этом, наверное, сегодня я больше всего и поговорю. Итак, если говорить о частоте рецидивов рака молочной железы в зависимости от временных эпох, если посмотреть период 80-90-х годов, то мы увидим определенные пики частоты возникновения рецидивов. Если же мы посмотрим время с 2004 по 2008 год, то мы увидим, что эти пики принципиально изменяются, они становятся меньше. И нужно отдать должное, что это случилось не из-за появления новых хирургических технологий, не из-за появления новых технологий лучевой терапии, а, видимо, принципиально изменились подходы к системной терапии как таковые. Можно сказать, что получилось широкое распространение органсохраняющего лечения, то есть хирургическая агрессия снизилась, произошла деэскалация хирургического этапа лечения. Но в то же время появилось внедревение новых схем, появились таргетные препараты и появилось само понятие неодевантная терапия, которая зарождалась в 90-х годах и которая в 2000-х годах уже прочно заняла место в плане лечения больных раком молочной железы. И если изначально мы планировали лечение наших пациентов, основываясь на стадии ТНМ, то на сегодняшний день мы говорим о так называемом персонифицированном подходе к лечению больных раком молочной железы, где учитывается биологический потип, где учитывается, как ни странно, желание пациентки, и это тоже очень важный этап. И очень важным этапом остается ответ опухоли на неодевантную системную терапию. Таким образом, говоря о современной системной терапии рака молочной железы, а мы сегодня говорим с вами о хер-позитивном и трижды негативном раке молочной железы, нужно учитывать большое количество факторов. И неодевантная система терапии, помимо первичных целей, когда мы говорили об уменьшении объема хирургического вмешательства, является той частью лечения, которая определяет прогноз лечения как таковой, которая определяет одевантную, то есть послеоперационную терапию у больных с диагнозом рака молочной железы. Если говорить о ранних или операбельных стадиях рака молочной железы, то биологический подтип является очень важным и для первой стадии заболевания. Биологически агрессивные подтипы, трижды негативный рак молочной железы, хер-2-позитивный рак молочной железы, доп. применения таргетной терапии, являлись, в общем-то, крайне неблагоприятными подгруппами. И прогноз был неутешительный. И первая стадия заболевания фактически также делилась в зависимости от биологического подтипа на благоприятные и неблагоприятные первые стадии заболевания. Поэтому современные тренды системной терапии, будь то хер-2-позитивный или трижды негативный рак молочной железы, это деэскалация одевантной терапии при достижении полного патоморфологического ответа и эскалация одевантной терапии при наличии резидуального заболевания. Что мы можем сказать о хер-2-позитивном раке молочной железы? Прежде всего то, что мы опираемся на стандарты, которые представлены на данном слайде, клинические рекомендации, которые являются краеугольным камнем при выборе терапии. И системная терапия раннего хер-2-позитивного рака молочной железы в этих клинических рекомендациях большая часть отведена именно неодевантной терапией. И действительно, неодевантная терапия хер-2-позитивного рака молочной железы за последние годы изменилась принципиально. Появилась так называемая двойная блокада, которая позволяет достичь 80% полных патоморфологических регрессов при применении соответствующих схем лечения. Поэтому на сегодня уже не возникает вопросов, нужно ли проводить неодевантную двойную таргетную блокаду. Существуют вопросы, как ее проводить, какие возможны комбинации и какие стандарты сегодня наиболее применимы для наших пациентов. Мы говорим о том, что в стандартах прописана стадия Т2 и больше или и, соответственно, поражение региональных лимфатических узлов N+. То есть фактически категория Т2 и 0 ХР2 позитивных больных – это показания для проведения двойной таргетной блокады вместе с химиотерапией. Чудесный препарат ТДМ, который мы все хорошо знаем, который очень активно применяем при лечении метастатических больных и в одеванте, о чем я поговорю ниже, на сегодняшний день не является препаратом для неодевантной терапии. Какой бы он замечательный ни был, в неодевантной терапии препарат ТДМ на сегодняшний день не рекомендуется ни в каких клинических рекомендациях. Еще очень важный краеугольный камень – это применение антрациклинов. Так уж сложилось, что к антрациклинам у ХР2-позитивных больных исторически есть тропность. Мы знаем о том, что действительно ХР2-позитивные опухоли тропны к антрациклиновым препаратам. Но так ли они необходимы на сегодняшний день? Проведено достаточно большое количество исследований, которые показывают, что общая выживаемость больных с диагнозом рак молочной железы при наличии или отсутствии антрациклинов, в общем-то, не сильно изменяется. Поэтому можно себе представить, что существует пациента, которым возможно проведение так называемых безантрациклиновых схем. Достижение полного патоморфологического регресса при ХР2-позитивном раке молочной железы. На сегодняшний день двойная блокада возможна только сочетанием препарата тростозумаб и пертозумаб. Известный всем хорошо известный препарат лепотениб, который применялся и применяется для лечения метастатических форм, для двойной блокады неэффективен. На одевантная двойная ХР2-блокада без химиотерапии. Тот самый желанное стремление снизить токсичность от химиотерапии. Да, действительно, такая группа пациентов существует. И проводились исследования, когда при двойной таргетной блокаде без химиотерапии у пациентов достигался полный патоморфологический регресс. На данном исследовании до 45% чудесные результаты, но они катастрофически хуже результатов, если присоединяется химиотерапия, которая позволяет достичь 80% полных патоморфологических регрессов. Поэтому на сегодняшний день мы говорим о том, что без химиотерапии неодевантная терапия ХР2-позитивных больных невозможна. Может быть, когда-нибудь в будущем это и будет. Но сегодня, когда мы говорим о двойной блокаде, мы говорим о двойной блокаде в сочетании с химиотерапией. На данном слайде представлена неодевантная терапия, которая является стандартным. Показания для проведения неодевантной терапии, размер опухолевого узла более 2 см или поражение региональных лимфатических узлов, что само по себе является показанием для проведения двойной таргетной блокады у соответствующих у тех же самых пациентов. Возможные режимы как антрациклиновые с применением антрациклинов, так на сегодняшний день возможно применение без антрациклиновых схем. Сочетание токсана с карбоплатином и двойной таргетной блокадой дает замечательные результаты, и частота полных патоморфологических регрессов у определенной категории больных достигает 80%. Что же мы можем сказать о системной терапии раннего ХЕР-2-позитивного рака молочной железы в одевантной терапии? На сегодняшний день, когда мы говорим об одевантной терапии, тоже хотелось бы достичь наилучших результатов. И, конечно же, стремление применить ту же самую двойную таргетную блокаду. Но на сегодняшний день можно говорить о том, что исследования, которые проводились для двойной таргетной блокады в одевантном режиме у пациентов, которые изначально подверглись хирургическому вмешательству, показывают, что двойная таргетная блокада, возможно, это было подтверждено в исследовании Афинеси, но возможно получение пользы только у очень ограниченного количества пациентов в категории Н2 с отрицательным статусом эстрогеновых прогестероновых рецепторов. Таких больных, слава богу, встречается немного. И такие больные, в принципе, должны попасть на неодевантный этап лечения. Поэтому, конечно же, теоретически возможно рассмотреть вопрос, когда пациентке проведено хирургическое вмешательство, она попадает в категорию Н2 с отрицательным статусом гормональных рецепторов, и мы назначаем двойную блокаду. Но, в принципе, это казуистическая редкая ситуация. Можно ли применять безантрациклиновые схемы в адювантном лечении ХР2-позитивных больных? Да, на сегодняшний день безантрациклиновые схемы возможно, особенно у категории с относительно благоприятным прогнозом, с положительным статусом эстрогеновых рецепторов без поражения региональных лимфатических узлов с опухолью меньше 3 см. То есть, фактически, Т2Н0-апфронт прооперированный без адювантной терапии могут подвергаться адювантной терапии в сочетании токсанов с препаратами тростозумаб. Общая безрецидивная 7-летняя выживаемость более чем значима и вполне удовлетворяет на сегодняшний день онкологов и пациентов. Современная модель лечения ХР2-позитивного рака молочной железы представлена на данном слайде. Это эскалация показаний для проведения неадювантной терапии. Соответственно, размер опухолевого узла более 2 см с поражением или с самым поражением региональных лимфатических узлов. И адювантная терапия ХР2-позитивного как лечение резидуального заболевания. Именно резидуальный опухоль на сегодняшний день является очень важным фактором прогноза заболевания у конкретной пациентки. И резидуальный опухоль – это тот термин, который мы используем все чаще и чаще. Потому что у биологически агрессивных по типу, в данном случае ХР2-позитивных, в большинстве случаев рассматривается неадювантная терапия как первый этап лечения. Но что же делать с резидуальной опухолью, когда мы не достигли полного патоморфологического регресса, когда морфологи дают нам опухолевые клетки, которые выявляются после неадюванта и хирургического этапа. Вот это тот самый момент, когда препарат ТДМ является палочкой-выручалочкой. На сегодняшний день это стандартная терапия резидуального рака молочной железы. Назначение ТДМ в адювантном режиме просто обфронт сразу после операции без неадювантной терапии неэффективно как таковое. То есть место ТДМ – это место в лечении больных рака молочной железы, которые подверглись неадювантной терапии и у которых не был достигнут полный патоморфологический регресс. На данном слайде схема применения неадювантной терапии ХР2-позитивного рака молочной железы. Это больные первичные, которые подверглись хирургическому этапу и которые, соответственно, получают зависимость от стадии процесса. Либо лечение токсанами с обязательным тростозумабом, либо если тот самый редкий случай, когда пациенты изначально прооперировались по категории Н2 с отрицательным статусом эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, и тогда возможно рассмотрение двойной таргетной блокады. В большинстве же случаев нужно рассматривать правую сторону этой таблицы, где видно, что больные с ХР2-позитивным раком молочной железы изначально подвергаются неадювантному воздействию, хирургическому этапу и в последующем при полном регрессии назначения тростозумаба до года и при резидуальной опухоли препарата ТД. Что можно сказать о системной терапии раннего трижды негативного рака молочной железы? Но опять-таки те же самые рекомендации, которые говорят о том, что системная терапия в адювантном режиме назначается при стадии Т1-БН0 и выше, с включением как антрациклиновых, так и токсановых схем. Влияние химиотерапии трижды негативного рака молочной железы очень высоко. На 27% снижается риск рецидива при применении антрациклинов. При применении токсанов с антрациклинами на 16% снижается риск рецидива, на 14% снижается показатели смертности. Но очень важный момент, о котором тоже нужно сказать. Риск рецидива при трижды негативном раке молочной железы зависит от остаточной опухолевой нагрузки. То есть мы опять возвращаемся к моменту неодевантной терапии. Когда мы говорим о лечении больных трижды негативным раком молочной железы, то неодевантная терапия определяет прогнозы состояния пациентки на долгие-долгие годы. Достижение полного патоморфологического регресса – это суррогатный, но маркер успеха лечения этой категории больных. Какие современные рекомендации по неодевантной химиотерапии? Существует назначение неодевантной химиотерапии при размере опухоли очага 2 см и больше или поражении лимфатических узлов. Те же самые тренды, которые присущи ХР2-позитивной опухоли, существуют и при трижды негативном раке молочной железы. Это деэскалация одевантной терапии при достижении полного регресса и эскалация одевантной терапии резидуального заболевания. Владимир Федорович уже замечательно осветил эту часть проблемы. Не стоит останавливаться на том, что капицерабин является стандартом на сегодняшний день лечения резидуальной опухоли при трижды негативном раке молочной железы, которые подвергались неодевантной химиотерапии, используя антрациклинов и токсан. Та же самая схема системной терапии. Левая часть слайда – это первичные больные, подвергшиеся хирургическому этапу лечения. С моей точки зрения, такие пациенты существуют, но только категории клинический Т1 с минимальным размером опухоли. Большая часть пациентов, которые подвергаются неодевантной химиотерапии, препаратами антрациклинов и токсанного ряда, выполняется хирургическое вмешательство и в зависимости от патоморфологического ответа, либо наблюдения, либо одевантное назначение капицитабина. Существуют перспективы и, безусловно, иммунотерапия, которая рассматривается для лечения пациентов метастатическим раком молочной железы, который является уже фактически общепринятым стандартом, для лечения ранних форм, пока еще предмет клинических изысканий. Существуют данные, уже опубликованные на сегодняшний день, исследованные Кейнод, когда речь шла о назначении препарата пебролизумаб у пациентов в неодевантном режиме со стандартными схемами химиотерапии. Речь идет о назначении препаратов токсанного ряда и карбоплотин. И, в общем-то, было продемонстрировано, что частота полных патоморфологических регрессов как в первичном очаге, так и в лимфатических узлах при применении пебролизумаба лучше, нежели при применении только химиотерапии. Исследование Кейнод 5.2.2 продемонстрировало, что у пациентов с ПДЛ положительным статусом расхождение является в 25%, при ПДЛ отрицательном статусе расхождение фактически 50%. Но в то же время нарастает частота иммуноассоциированных побочных эффектов. Они не сопоставимы с химиотерапией, они значительно больше, что тоже необходимо учитывать. Другое исследование, неотрип, исследование, которое также применяло иммунотерапию у больных в неодевантных режимах вместе с химиотерапией. Исследование неотрип не продемонстрировало лучшей частоты полных патоморфологических регрессов. Исследование гепарднео также применение иммунотерапии в неодевантном режиме. И также нельзя сказать о том, что было достигнуто значное расхождение в показателях полного патоморфологического регресса. Поэтому на сегодняшний день применение иммунотерапии при лечении ранних форм трижды негативных рака молочной железы вызывает несколько вопросов. Полный патоморфологический регресс показан только в одном исследовании, а не показан в двух. И поэтому целесообразность иммунотерапии под вопросом роль химиотерапии в комбинации с иммунотерапией на сегодняшний день также предпочтение отдаются химиотерапии. Неизвестна длительность иммунотерапии. И, в общем-то, нужно сказать, что это больше вопросов, чем ответов. И иммунотерапия в данной категории в стандарт не входит. Да, большое количество исследований приводится, они представлены на данном слайде, но это пока еще предмет клинических изысканий. И завершая свое сообщение, мне бы хотелось задать вопрос аудитории, скорее риторически, чтобы посмотреть результаты голосования. Изменяете ли вы свои подходы к лечению больных рака молочной железы после участия в конференциях? Или эта конференция носит больше познавательный характер? Большое спасибо. Продолжение следует...